В Сочи будет создана новая моб, а многодетным нарежут еще 146 участков. Такие решения приняты на сессии городского собрания. Два мопеда и автомобиль. ДТП в Хостинском районе сегодня унесло жизнь молодого человека. Сэкономить можно и взяв взаймы. Краевой фонд микрофинансирования субсидировал уже шесть сочинских предпринимателей. В Сочи выберут самую гибкую русалочку. Стартовал открытый турнир города по художественной гимнастике. Почти 400 уголовных дел за полгода завели по результатам прокурорских проверок. Сотрудники ведомства подвели итоги работы за последние шесть месяцев. На коллегию съехались прокуроры со всего края. Участие в заседании также приняли глава региона, председатель законодательного собрания края и руководители силовых структур. Одна из основных проблем, которую подняли служители закона, это обманутые дольщики и борьба с незаконным строительством. По словам Вениамина Кондратьева, благодаря принципиальной позиции прокуратуры уже удалось достичь значительных результатов. С начала этого года суды края вынесли 144 решения о сносе самостроев. Самострои уродуют города, но они еще больше уродуют экономику, нормальную экономику. Дешевый квадратный метр бьет по добросовестным застройщикам. Они предусматривают все, что необходимо для того, чтобы получить разрешение о строительстве и сделать его качественным. А самоостройщики, они же ничего не получают. У них нет ни парковок, у них нет ни инфраструктуры, поэтому и жилье-то у них дешевле. Такое понарепили по-русски, скажем, что кто будет нести ответственность завтра, когда жильцы этот дом застелят. И в какую сторону он поклонится, влево или вправо, или просто развалится на две части. Вот это самый главный сегодня вопрос. Эту ситуацию только все вместе мы можем сегодня переломить. Пусть нас обвиняют в непопулярных, а может быть, мерах, те самые, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Самостроенное строительство. Вот в первую очередь, здесь все-таки мы с вами должны поставить комфортную жизнь людей, их безопасность и, конечно же, закон. Вот и все. Суды направлены свыше 40 исков о запрете привлечения средств граждан для возведения объектов недвижимости в отсутствии разрешения и распространения недостоверной рекламы. Продолжена практика судебного понуждения недобросовестных застройщиков к проведению построек в соответствии с требованиями безопасности и комфортного проживания граждан. Возбуждались уголовные дела. Однако проблема незаконного строительства и обманутых дочек по-прежнему актуальна. Данные вопросы необходимо держать на постоянном контроле. Обратить внимание, губернатор края просит прокуратуру и на мошеннические схемы заработка. На фоне экономических трудностей в стране все большей популярностью пользуются быстрые кредиты, подзавышенные проценты и даже финансовые пирамиды. Вениамин Кондратьев предложил организовать комплексную проверку таких организаций. В свою очередь прокурор края Леонид Корженек акцентировал, что сотрудники ведомства должны не только следить за исполнением закона, но и самое главное самим действовать в его рамках. Безусловно, сотрудники прокуратуры работали напряженно и сделали очень многое, зачастую не считая с личным временем. Однако, имеется серьезное нарекание к прокурорским работникам по поводу воспитательной работы в коллективах. В полтора раза возросло количество служебных проверок и более чем в два числа прокурорских работников, в отношении которых они проведены. Продолжает иметь место грубое нарушение присяги прокурора и кодекса этики. Использование должностного положения, вопреки интересам службы. Каждый из нас, который сидит в этом зале, абсолютно грамотные, компетентные специалисты. Конечно, правовое поле разное, безусловно, оно никогда не было одинаковым. Но на то и есть прокурор, который ориентируется в правовом пространстве. Не будьте сами прикрытием для мошеннических схем. Понятно, что есть форма, есть содержание. Подчас форма соблюдается и отвечает всем требованиям закона. А содержание в реальной жизни потом ни в какие рамки не лезет. Мы можем сколько угодно прикрываться объективными моментами, в том числе и правовым полем, где-то несовершенными. Но собственным убеждением, которое должно быть у каждого. Если оно идет в разрез, на самом деле, реальной жизни и людей, и экономики, и в крае, вот я никогда не соглашусь. Одной из важных тем на коллегии также стали преступления против детей. По мнению губернатора края, наказания за них должны нести не только те, кто их совершил, но и те, кто допустил правонарушение. Это касается и недавнего убийства девочки на жидостанции Магри. Для того, чтобы трагедия не повторялась, Вениамин Кондратьев поручил проверить соблюдение детского закона в районах. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Кубанские хлеборобы намолотили 10 миллионов тонн зерна и побили прошлогодний рекорд. Об этом в своем микроблоге сообщил губернатор. Вениамин Кондратьев поздравил всех, кто приложился к историческому урожаю. Цитирую. Лето в самом разгаре, а у наших хлеборобов рекорд уже больше, чем за всю страду 2015. «Поздравляю! Надеюсь, это передадут тем, кто сейчас от зари до зари в поле. Им вряд ли до твиттеров». Конец цитаты. Зерно в этом году уже обмолотили с площади больше полутора тысяч гектаров. Сегодня в крае продолжают убирать с полей овесы, яровые, пшеницу и ячмень. Сферу здравоохранения и образования в Краснодарском крае получат дополнительное финансирование. Изменения в бюджет сегодня обсудили на последние перед каникулами сессии законодательного собрания края. Участие в ней принял и губернатор Вениамин Кондратьев подвел итоги совместной работы за прошедший парламентский год. Глава региона подчеркнул, в непростых экономических условиях удалось сбалансировать бюджетные расходы и доходы. Сегодня можно говорить о результатах, но только самый оголтелый крикун может требовать каких-либо результатов от нашей совместной деятельности за год. Но тем не менее, самый главный результат – это экономическая стабильность и социальная стабильность в нашем крае. Мы сбалансировали расходы с доходами. Многие хотелки убрали, амбициозные проекты убрали, которые на жизнь особо не влияют. Жизнь обычного человека, селянина, горожанина мы ввели на первый план. И вот на это мы денег не пожалели. Здесь ни одной программы мы не сократили. Ни в социальной, ни в здравоохранении, ни в образовании. Приоритеты просто расставили по-другому. И это тоже результат. В регионе также получилось держать рост объема госдолга Краснодарского края, что очень важно в кризисных условиях, заметил губернатор. О бюджетных расходах и доходах говорили сегодня и в Сочи. Депутаты городского собрания обсудили вопросы по выполнению плана налоговых и неналоговых поступлений в казну, а также единогласно проголосовали за предоставление очередных земельных участков многодетным семьям. В ходе очередной сессии народные избранники приняли решение и о создании муниципального предприятия «Сочи-водоканал». Подробности у Татьяны Говорковой. Первым о работе своих сотрудников отчитался начальник полиции УВД по городу Сочи. Сергей Огурцов озвучил данные о количестве совершенных преступлений, ДТП и краж, раскрываемость которых в процентном эквиваленте выше среднекраевых показателей. Речь зашла и о необходимости восстановления в Сочи социального медицинского вытрезвителя, несколько постов полиции и организации дорожного движения. Депутаты и глава города внесли предложение об обращении полиции к ДСД Черноморья, ведущему серьезные ремонтные работы на Мамайском перевале, с требованиями по выполнению решений, принятых комиссией по безопасности дорожного движения. Они взяли на Мамайском перевале и начали делать капитальное строительство. Во время лета этого делать было категорически нельзя. Надо было немедленно сделать, отремонтировать, защемным засыпать. Может быть даже временная дорога. Нет, мы сделаем временный проезд. Дать людям нормально провести ход. Этого не сделано. Главной темой обсуждения на сессии стали вопросы бюджета, в частности поступления средств из краевой казны и фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Полученные средства будут направлены на реализацию программы по переселению из ветхого аварийного жилья. В этом году необходимо предоставить комфортные условия 131 семье. На это сейчас средства есть, поступили, эта программа будет выполняться. Второй вопрос. У нас были подготовлены проектно-смертные документации работы по газификации улицы Лиселидзе. Тоже мы утвердили, это более 11 миллионов рублей поступило. На ремонт дорог немного, но тоже само поступило средства. Налоговые и неналоговые поступления обеспечивают выполнение доходной части бюджета, а значит будут финансированы основные и социально значимые вопросы. И что касается налоговых поступлений, то в последнее время виден явный недобор имущественных, земельных и транспортных налогов. Администрации и депутатским корпусам будут приняты все меры по выполнению доходной части и приведению всех неплательщиков в правовое русло. Уже ведется активная работа трудовой инспекции по проверке предприятий. В качестве дополнительного вопроса в народные избранники рассмотрели создание муниципального предприятия «Сучьводоканал». Очистные сооружения и водоканализационный комплекс Красной Поляны, а также часть Адлерского района обслуживалось предприятием «Курганинский групповой водопровод». Эти объекты перешли городу от Алимстроя, несколько раз выходили на торги, но безуспешно. И теперь обслуживанием этих сетей по решению депутатов будет заниматься муниципальное предприятие. В дальнейшем оно будет серьезным конкурентом и для нашего «Сучьводоканала». И «Сучьводоканал» будет понимать, что если что-то не так, у нас готовое предприятие, которое заступит и будет работать. Это то, что хотят наши жители города. Еще один вопрос, который волнует не только жителей, но и мэрию – предоставление земельных участков многодетным семьям. Муниципальных земель в городе нет, но власти предприняли все меры по переведению из федеральной и краевой собственности земельных участков. Сегодня депутаты единогласно проголосовали за выделение 46 участков. Переоформление ведется еще в трех массивах. Это в общей сложности 146 участков. И работа в этом направлении будет продолжаться. Ну а следующая сессия депутатов городского собрания «Сучьи» состоится уже в сентябре. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». В случае задержан подозреваемый в серии грабежей. На протяжении нескольких дней в дежурную часть отдела полиции Центрального района поступали заявления от граждан. Злоумышленник действовал дерзко, а среди бела дня он подбегал к прохожим и срывал с них ювелирные украшения. Потерпевшие подробно описывали внешность нападавшего. Во всех случаях приметы совпадали. Были изъяты записи уличных камер видеонаблюдения. Ориентировку направили всем нарядам полиции. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан 21-летний житель Ростовской области. В кабинете следователя молодой человек признался в грабежах. Подбегал сбоку, срывал и убивал. Сколько раз ты совершил такие грабежи? Пять раз. Также задержанный рассказал, что похищенное золото он продал незнакомым людям, а вырученные деньги потратил. Общий материальный ущерб превысил 180 тысяч рублей. В настоящее время молодой человек взят под стражу, дал признательные показания. Мы просим всех жителей и гостей города, кто пострадал от действия этого человека, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Два мопеда и автомобиль. ДТП произошло сегодня около 16 часов на улице 20-й горнострелковой дивизии. Видео снято очевидцем у строительного магазина «Муравей». По предварительным данным, водитель «Тойоты» совершал поворот. В это время в него врезались два мопедиста, ехавшие сзади. Один погиб, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Подробности выясняются. Проблем с водой у жителей Хосты и частично Адлера быть не должно. Многострадальный водовод на Медовой улице уже вряд ли будет повреждаться. Напомню, за последние 10 месяцев там было зарегистрировано более 70 аварий. Причиной порывов трубы стал отвал грунта и оползни в районе возведения жилого комплекса «Курортный». 19 июля жилищный комплекс лишился разрешения на строительство. Разрешение на строительство жилого квартала было выдано в мае 2014 года. Согласно плану, на участке должны были появиться 53-этажных домов на 1500 квартир. Однако уже через год в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. На объекте выросли здания, превышающие допустимую этажность. Постоянно случались аварии, которые лишали целые районы, энерго- и водоснабжения. То и дело возникали ситуации, создающие угрозу жизни и здоровью горожан. В итоге постоянные нарушения градостроительных норм, а также правил ведения строительства и стали основанием для того, чтобы запретить любые работы на объекте. Я так думаю, что это послужит отправной точкой для того, чтобы застройщики внимательно изучили сложившуюся ситуацию и приняли верный комплекс решений и мер их по реализации для приведения площадки в соответствии с действующим требованиями. Ситуация вокруг Курортного неоднократно разбиралась на заседаниях комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС. Поступали иски в суд, как от администрации, так, например, и от Сочи-Водоканала. От застройщика неоднократно требовали прекратить все действия, приводящие к системным сбоям. Но компания не предприняла никаких мер, проигнорировав даже решение суда. И сегодня застройщик намерен обращаться в прокуратуру. Те недостатки, на которые нам указаны, из-за которых якобы у нас отзывают разрешение, они относятся к самому процессу строительства, но никак не к выдаче самого разрешения. Что касается дольщиков, то сегодня с жилым кварталом Курортный заключили договора порядка 350 человек. И каждый из них имеет право отстаивать свои интересы, в том числе и в суде. Ровно как и жители тех районов, которые то и дело страдают от действий застройщика. Галина Моисеева, телекомпания, ФКТ. Представители сочинского бизнеса могут сэкономить свои средства. На развитие своих предприятий Краевой фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства выделяет до 3 миллионов рублей под минимальные проценты. Подробности у Елены Овсециной. Эта автомойка на территории Маримола работает несколько месяцев. В день обслуживается до 100 машин. Ее владелец Николай Тюрин бизнесом доволен. А чтобы он пошел в гору, необходимы были средства. Их Николай получил в фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Открылось здесь представительство. И там удивительные были проценты. Короче, в начале 8-25, потом увеличилось немножко. 9% без всяких других, какие-то посреднических, страховых сумм, ничего. Вот 9% очень удобно. Я считаю, что это просто подарок судьбы. Сначала бегал по банкам, но то документы долго оформляются, то процент не устраивал. С фондом отношения сложились сразу же. Любой индивидуальный предприниматель может получить хоть стартовую сумму от 100 тысяч рублей, хоть 3 миллиона на срок до 3 лет. Мы кардинально отличаемся от банков тем, что мы не коммерческая организация, государственная. Нашей целью является оказание поддержки бизнесу, предприятиям. Соответственно, ставки процентные по нашим займам гораздо ниже банковских. То есть уровень ставок от 6-25% годовых до 10% годовых. Фонд микрофинансирования предлагает привлекательные условия. Такое партнерство в 2-3 раза выгоднее, чем кредит на истории с банком. Вот, например, Светлана Захарченко оформляет договор на развитие стоматологической клиники. Для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно сначала достаточно большие капитальные вложения, чтобы купить дорогостоящее оборудование и качественный современный материал. А потом бизнес, когда раскручивается, он уже может обеспечить себя сам. Но сначала нужно именно большие вложения, что обеспечивает фонд. Учредителем фонда является администрация Краснодарского края и средства, которые идут на субсидирование из краевого бюджета. А обращаться нужно в сочинское представительство фонда по адресу улица Конституции, 18, офис 620. На сегодняшний день у нас 34 тысячи 100 человек зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Всего же общая занятость порядка 76 тысяч человек. В том числе необходимо иметь в виду, что это социальная занятость, по сути дела, члены семьи. То есть малый бизнес сыграет огромную роль у нас в Сочи. Поэтому, конечно, поддерживать его стараемся всеми способами. В основном это субсидирование и фонд микрофинансирования. Мы стараемся всех вовлечь в процесс поддержки. На сегодня займы через фонд микрофинансирования получили только 6 сочинских предпринимателей. Однако интерес к этой программе растет. Ознакомиться с программой и условиями фонда можно на сайте. Его адрес вы видите на экране. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С сегодняшнего дня Министерство курортов и туризма Краснодарского края начинает прием заявок на участие в конкурсе лидеров туриндустрии «Курортный Олимп-2016». В этом году конкурс пройдет по номинациям. Лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший экскурсовод, лучший инструктор-проводник и лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность или экскурсионное обслуживание. Прием заявок от конкурсантов продолжится до 19 августа. Затем к работе приступят экспертные советы по каждой номинации. Итоги конкурса подведет краевая комиссия во главе с вице-губернатором Кубани Сергеем Усенко. Церемония награждения победителей «Курортного Олимпа» пройдет в Краснодаре в сентябре. Напомню, что краевой конкурс лидеров туриндустрии проводится уже в 11 раз и за это время приобрел статус авторитетной профессиональной премии. С 2016 года «Курортный Олимп» официально признан региональным этапом Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Победители будут также приглашены для участия в финале Всероссийского конкурса, сообщили в Краевом министерстве. И к другим новостям. В Сочи в пятый раз открылся музыкальный фестиваль Дениса Масуева «Крещендо». На сцене Димнего театра в течение трех дней выступают лучшие мировые исполнители. Представил маэстро публики и новое поколение отечественных музыкантов. На репетиции сегодняшнего концерта побывала наша съемочная группа. «Крещендо» каждый год меняет города, но в Сочи возвращается всегда, отмечает сам Денис Мацуев. Народный артист России, лауреат государственной премии, один из самых ярких и знаменитых музыкантов современности. И по совместительству арт-директор музыкального фестиваля. В рамках концерта в Зимнем театре выступают музыканты из Украины, Германии, Франции, Черногории, Великобритании, США. Ну а представители нового поколения русской исполнительской школы уже проявили себя в программе первого фестивального вечера. Сегодня же к выступлению в симфоническом галоконцерте вместе с Денисом Мацуевым готовится 14-летний саксофонист Игорь Сендеров. Сендеров и Мацуев – земляки. Познакомились они на своей малой родине, в Иркутске. Там Мацуев ежегодно проводит рождественские встречи. В одном из концертов в составе школьного оркестра участвовал и Игорь. В итоге для саксофониста это выступление стало судьбоносным. Во-первых, огромный стимул, потому что тебе предоставляется возможность поиграть с такими великими музыкантами, как, допустим, этот оркестр или как сам Денис Леонидович Мацуев. Выступление, само собой, на сцене – это уже опыт. Где бы то ни было, в какой-то музыкальной школе или где-то. А когда ты выступаешь на таких сценах, то это, конечно, огромный опыт и это огромная практика. Я очень рад, что меня пригласили и что меня приглашают. И я безумно счастлив. Главная цель музыкального фестиваля «Крещенда» – представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы. Завершится фестиваль 28 июля программой «Классика» и «Джаз». Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Русалочка собрала в Сочи 270 гимнасток из 8 городов России. Сегодня в Федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт» стартовал открытый турнир города Сочи по художественной гимнастике. Своё мастерство в Сочи демонстрируют как опытные атлетки, так и совсем юные гимнастки, которые за свои первые победы борются в индивидуальной программе, то есть выступают без предмета. Им не нужно жонглировать, ловить булавы, прыгать на скакалке. Задача юных граций – чётко и без помарок выполнить определённый набор элементов. Сочинка Валерия Шипулина признаётся, самые сложные для её возраста элементы она выучила за несколько тренировок. Специально для русалочки. Я мечтала сделать кувырок в мостике. На одной руке колесо. Ещё я мечтала сделать захват. Такой вот так вот. И у меня получилось. И ещё мне нравится, что когда мне уже станет этот костюм мал, мама мне купит ещё красивый костюмчик. Желающих выступать на соревнованиях в Сочи достаточно много. Поэтому «Русалочка» уже 17-й по счёту турнир. На этот раз сюда съехались гимнастки из Астрахани, Казахстана, Владикавказа, Волгограда, Моздока, Ставрополя, Саратова. Сочинки на фоне приезжих спортсменок, отмечают судьи, выглядят более чем достойно. Правда, есть и чему поучиться. В каждом городе есть хорошие гимнастки. Есть что подчеркнуть нашим гимнасткам. В следующий этап мы собираемся ехать на соревнования. Отбираются гимнастки в групповые упражнения. Уже мы смотрим их результаты после этих соревнований. И собираемся, конечно, в выезды. То есть у нас Краснодар, Астрахань, Каспийские зори, где там с выполнением идут и мастера, и кандидата в мастера спорта. На всех выездных соревнованиях сочинских гимнасток ждут в сентябре и октябре. Для этого местные участницы открытого турнира «Русалочка» должны наотлично справиться с лентами, булавами и мечами. Завтра второй день соревнований и церемония закрытия. Гости же курорта помимо медалей и грамот бонусом получат и возможности скупаться в море. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.